уважаемые зрители добрый день добро пожаловать на мой канал как вы проводите лето у нас сегодня 21 июня уже три недели лета позади мне кажется что девочка здесь пришла девочка любит когда мама разговаривает с телефоном да и мне кажется что я уже начинаю потихонечку насыщаться теплом зеленью прогулками уже иногда даже не особо хочется ходить в парк а сегодня у нас такой прямо дождливый день и из дома даже и не выйти мы приглашаем с катюхой вас провести этот день вместе с нами это видео из серии день с нами первое что хочу сделать сегодня немножечко изменить вот состояние вот этого угла мы тут повесили тюль я кстати наконец-то дошила свою шторку пришила сюда пум пончики так что теперь все здесь доделано выглядит все довольно приятненько мне нравится вот но мне не нравится вот я говорю состояние вот этого угла у меня вот здесь вот между рамами на гвоздике висел такой вот градусник мне кажется что он рабочий в общем довольно достоверно показывает температуру поэтому я хочу его повесить в свой уголок и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так это все выглядит Теперь градусник я повесила вот туда у меня там была дырочка Он так знаете уютненько спрятался В общем у меня и не было задачи сделать так Чтобы его было постоянно видно Специально повесила рамку за вот эти вот растения Ну потому что мне так уютнее Мне вот нравится приглядываться Как-то так она так аккуратненько там спряталась В общем хорошо Еще я бы конечно хотела в верхний левый угол В этом месте повесить вот эту вот штуковину керамическую Как бы она и подставка и украшение настенное Она мне досталась с прошлой квартиры Эта штучка Вот но к сожалению у нее здесь такие сложные крепления Я не понимаю как вешать Вот а так бы я повесила вот сюда У меня бы здесь получился такой квадратик Вот здесь мне место нужно чтобы класть ночью телефон Не могу сюда ничего положить Вот ну а в целом мне нравится когда так довольно минимально Кстати в свой фикус я вставила палочку для суши чтобы он поровнее рос Он растет но в бок вот и чтобы он рос вверх я поставила ему палочку Что вы читаете летом перечитываете в июне вино из-за дуванчиков В ближайший месяц я планирую вот эту вот стену доделать Здесь нужно саму стену покрасить Я уже так краски присматриваюсь И вот здесь вот видите две пупырышки Я уже показывала это выводы под светильники Которые здесь уже были Сейчас я про них все вам поясню Хочу представить вам мой новый проект для обновления Не назвала бы это реставрацией просто обновление У меня в спальне есть два вот таких вот светильника Здесь парные абажуры То есть в одном светильнике два абажура Они местные То есть когда мы въехали в эту квартиру они здесь уже были Сначала я хотела их поменять Но потом решила что от добра добра не ищут И какой смысл зачем эти нужно где-то будет хранить Решила что я просто их обновлю Сейчас я вам расскажу что именно я хочу сделать А потом уже покажу сам процесс Первое Нужно все это дело отмыть от пыли Но это не главное Главное я хочу снять вот это вот покрытие Оно почему-то на видео не такое глянцевое как в жизни Но поверьте мне оно достаточно глянцевое Достаточно рыжие Уже устаревшее Я хочу немножечко его осовременить И покрыть не лаком А маслом Прозрачным маслом Тут некоторые части я уже начала чистить И когда весь светильник я почищу То он будет примерно вот в таком цвете Покрою его маслом он станет чуть более таким Как бы сказать не глянцевым Но более глубоким И затем мне нужно будет поменять проводку Я попрошу мужа И хочу покрасить вот эти вот элементы Обновить тоже Здесь они такие ну уже стерто золотые А еще есть вот такие вот шайбочки Которые крепит сам светильник к стене Я хочу их обновить Скорее всего они будут не золотые Какого-то другого цвета Почему вообще я это делаю Ну во-первых как я сказала Потому что уже немножечко устарел светильник А во-вторых я хочу Всю возможную древесину Хотя бы в спальник Привезти к единому знаменателю И сделать вот под цвет пола Под цвет ножек кровати И так далее И тому подобное Катюха очень сильно попросила Позаниматься раскопками Вот заодно вам показываю Они наверняка продаются и на Озоне И на Вайлдберсе Есть подороже Есть подешевле Ну вот эти конкретно мы покупали В Леонардо У нас раньше было 3 штуки раскопок Осталось только 2 Одну мы сделали Вот сегодня будем делать древних рыб И кладоискатели у нас останутся на будущее Так вот выглядит коробка Здесь идет маркировка 6 плюс Но это не важно Это не по развитию ребенка А по безопасности Собственно вот все что мы должны там будем найти Так вот выглядит это все Давайте приступать Знаю что Убирать будет много Поэтому лучше это делать В том помещении Где это легко будет убрать На самом деле раскопки это очень хорошая история Для зимних дней Когда погода плохая Потому что в среднем это полчаса точно Думаю что подходят для детей от 3 лет Хотя на коробке стоит маркировка 6 плюс Но это опять же не про интеллектуальное развитие А про безопасность Сам ребенок долго с этим не усидит Но если он видит что Ну вот Катюха у меня если видит что Я проявляю к этому интерес А активно копаю То она сидит со мной Мы с ней вместе находимся Эти сокровища Все мы закончили наши раскопки Вот эти раскопки с рыбами так себе В прошлый раз мы раскапывали с бусинами Вот это было интересно Потому что бусины были маленькие Их было много Мы их постоянно находили А сейчас как бы 2 рыбы 5 камней И все на этом пожалуй что Все Катюшку спать я уложила Давайте я вам покажу Как у меня дела обстоят С моими грибами в растениях Вот гриб Он благополучно погиб И я наверное его чуть позже удалю А еще у меня этот цветок Почему-то решил дать Собственно вот эти вот цветочки Мне в комментариях посоветовали Просушить почву Потому что скорее всего Вот этот грибок появился от влажности Вот так что этот уже несколько дней Его не поливаю И он чувствует себя на самом деле Очень даже хорошо Только надо листья от пыли протереть В дневные часы Я стараюсь не заниматься домашними делами Это время у меня как правило Отведено для моего хобби Вот сейчас у меня на повестке дня Мои светильники О которых я уже рассказала И потихонечку каждый день Или не каждый день Но я делаю по чуть-чуть А вот сегодня я решила Светильник один из двух Разобрать полностью И показать вам этот процесс Так светильник выглядит в разобранном виде Первым делом помою абажуры стеклянные И вот эти вот пластиковые детали электрики Потому что с ними я ничего делать не буду Я просто их уберу на хранение Вместе вот с этими креплениями Чтобы они не потерялись Значит за мужем остается электрика А я займусь тем временем Вот этими вот деревянными деталями Их нужно очистить от старого лака И покрыть маслом У меня муж иногда изредка занимается Реставрацией часов И вот я решила у него подхватить идею Что для маленьких деталек Которые временно нужно похранить Можно использовать вот такие вот небольшие контейнеры И соответственно такой контейнер Он переходящий от проекта к проекту Ну то есть наверное что-то подобное Есть у рукодельниц Вот кто шитьем занимается Вот для реставрации это тоже подходит А вот это вот муж купил такие штучки Ну дергалки Это вы наверняка знаете что такое Для наших светильников И вот новые провода уже лежат Он ждет собственно когда я ему дам команду Вот потому что там были такие стрёмненькие выключатели А я хочу чтобы это все было как-то более эстетично Вот так что ждут А вообще у меня вот здесь вот видите Просто реставрационный уголок Вот все это это все для того чтобы реставрировать Все мои штуки А Катюшка это все не трогает Мы с Катюхой уже сели обедать после сна Посмотрите как небо изменилось Очень жаль что я не могу Ну камера у меня не очень хорошая на телефоне Но это очень красиво Так хорошо становится сразу Хотя я из Питера я люблю дождь У нас сейчас уже вторая половина дня На самом деле вторая половина дня Она всегда менее продуктивная Потому что не знаю вот кстати как у ваших детишек Или внучат Но ребенок очень сложно у меня раскачивается После дневного сна Она прямо такая бывает не в настроении С ней надо полчасика почитать Потом еще полчасика поуговаривать поесть Вот и у нас собственно какие планы Сейчас нужно все прибрать после нашего ужина И пойдем в Азон заберем мое масло Для моих светильников Я буду уже буду скоро покрывать светильники маслом Вот папу встретим с работы А еще девочки я хотела вам вот что показать Сейчас камеру разверну Я тут заказала себе штативчик для своего блога На Вайлдберрис он стоил что-то типа около 180 рублей Он очень хороший Вот это основание оно с утяжелителем Вот эта штука хорошо держит телефон Может быть просто кому-то надо Для каких-то таких тоже может быть для блога Или для бытовых целей Вот очень советую 180 рублей А счастья Счастья много А вот Катюха принесла показать Видимо что у нас было в раскопках Да Катюш Вот эти камушки Собственно только вот эти вот камушки И две рыбины Вот идем за папой Мы идем с детской колясочкой Дорогие зрители Я хочу вести у себя на канале новую рубрику Она интересна мне самой в первую очередь Я живу в Сталинке 1953 года И я подумала Почему бы не попробовать Приготовить какие-нибудь блюда Из книги 1953 года У меня книга Вкусная и здоровая пища Легендарная совершенно И сегодня я решила начать С творожников Это очень хороший рецепт Потому что там абсолютно правильное Соотношение ингредиентов И сказано какой толщины Творожники должны получиться в итоге Рецепт я как видите Оставляю вам на экране Все ингредиенты указаны в нижнем абзаце А процесс приготовления в первом Вообще творожники Я так понимаю Это русское слово А украинское сырники Музыка Ну а это ужин для взрослых Для нас с мужем Здесь у меня рис Лечо И фрикадельки с сыром А творожники останутся еще и на завтрак Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok